В этом году клиническая больница номер 123 получила квоты на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилям абдоминальная хирургия, травматология, ортопедия, гинекология, урология и эндокринология. Бесплатное лечение за счет средств ОМС могут пройти граждане, проживающие на территории Московской области. Для этого необходимо обратиться в больницу с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Подробности нашей съемочной группе рассказал главный врач лечебного учреждения Петр Щербаков. Любое заболевание требует индивидуального подхода и, к сожалению, в наше время болезни становятся все тяжелее и тяжелее. Лечить и диагностировать их приходится с помощью специальных методов дополнительного обследования, диагностики, которые являются достаточно дорогостоящими. Допустим, проведение каких-либо манипуляций или специальных методов исследования при, казалось бы, банальной пневмонии или сложном переломе костей требует дополнительных финансовых в том числе вливаний, так как используется при этом достаточно дорогостоящие оборудование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. При проведении сложных операций используется компьютерная навигация для того, чтобы точно-точно сопоставить отломки костей между собой и, соответственно, чтобы реабилитация прошла быстрее. Или сейчас даже банальный аппендицит можно вылечить или прооперировать несколькими способами. Обычно разрезав живот, убрав этот аппендикс воспаленный, потом зашив его, когда формируется уже традиционный такой рубец в правоподвздошной области. Сейчас же можно проводить эти операции, даже сложные, не только аппендиктомию, но и реконструктивные операции с удалением части кишечника, или проводить операции на поджелудочной железе или желчном пузыре, но малоинвазивными доступами с помощью лапароскопической техники или микроинвазивными способами, когда, несмотря на огромный объем операции, косметически следов вообще никаких не остается. Но использование вот этой техники всей, она требует дополнительных финансовых вложений. Так вот, существует, кроме традиционной программы обязательного медицинского страхования, в которой предполагается оказание медицинской помощи, ну, вот этими традиционными, пусть недорогими, но достаточно эффективными методами лечения, оказание помощи по так называемой высокотехнологичной медицинской помощи, с использованием самых современных методов диагностики, самых последних достижений в лечебной практике, вот как я сказал, или компьютерной навигации при переломах, или микроинвазивные лапароскопические доступы, использование каких-то новых методик, технологий, роботизированной техники, вот. И наше государство, оно выделяет определенные средства для лечения вот этими новыми высокотехнологичными методами. И, в принципе, для больных разницы никакой не представляет, что он приходит с обычным полисом по ОМС, и если у него имеется, к сожалению, такое заболевание, которое требует использования высокотехнологичных методов лечения, то правительство Московской области, Москвы, Министерство здравоохранения на каждую медицинскую организацию выделяют определенные суммы, квоты в зависимости от материальной оснащенности той или иной больницы. И внутри уже этого медицинского учреждения, в частности в нашей клинике, мы можем в соответствии с количеством этих квот проводить вот эти высокотехнологичные операции, методы лечения и диагностики, которые заведомо эффективнее, чем традиционные методы лечения. Продолжение следует...